Здравствуйте, мои дорогие! Вы на канале Аглая Марс. Я очень рада видеть вас у себя в гостях. Сегодня у нас с вами будет такое своеобразное резюме. Я вам расскажу про один аромат бюджетный, по поводу которого у меня очень долгое время было такое стойкое предубеждение. Но я все-таки решилась его заказать, потому что подумала, что надо составить свое мнение, потому что линейка эта в принципе мне нравится. Я считаю, что браккард к этой линейке здорово приложился. Она собрана хорошо, ароматы в этой линейке собраны хорошо. И я осталась просто в полном восторге. Я хочу с вами поделиться этой находкой. Возможно, этот аромат у вас есть, вам будет интересно послушать мое мнение. Возможно, вы тоже на него посматриваете и думаете, брать, не брать. Но несмотря на то, что он бюджетный, все равно, знаете, хлам складировать не хочется. Возможно, вы любите оригинальный аромат, под который сделан вот этот. Но очень давайте, без долгих отступлений. Это аромат от браккард из серии Color Filling. Это желтенький, это yellow. У меня из этой линейки есть красный аромат и есть оранжевый. Оранжевый – это прям вообще нишевая ниша. Это такой прям самостоятельный такой, самостоятельная композиция браккард. Красный – это тоже самостоятельная композиция. Я почему-то все время думала, что это сделано под Lost Cherry, но каково же было мое удивление. Я тоже все мимо него ходила, ходила. Потом думаю, что я хожу мимо, надо взять и все. И действительно, это совершенно такой вот самостоятельный аромат. Очень-очень такой вот пряный, красноягодно-пряный. Там какие-то есть такие вот аспекты. Чем-то похож на лимонад Байкал. То есть, интересный. Я думаю, ну, может быть, и желтый тоже интересный. Может быть, я и мимо желтого-то зря хожу. Ну, в общем-то, желтый аромат вот этот вот, он сделан все-таки по мотивам Fleur Narcotic от Ex Nila, который набил оскомину уже просто всем. Fleur Narcotic от Ex Nila – это один из любимых ароматов моей мамы. И я как парфманьяк, как парфблогер, ей регулярно подсовываю какие-то реплики на этот аромат. Вот, у меня когда-то был оригинальный от Levante. Ну, мне хотелось познакомиться, в конце концов, с этой легендой. Кто-то вообще говорит, что это любимый аромат Ольги Бузовой. Ну, когда я узнала, что это любимый аромат Ольги Бузовой, я решила, что ну, точно уже мимо ходить. Ходить же просто нельзя. Это я оглядываюсь, думала, что муж что-то на за мной подглядывает. Вот, да, но это все шутки, конечно. Вот, и отдала его маме, мама заценила. Потом я ей стала так подсовывать, заказала ей от Bracar Water Ivy, да, водяной плющ. Потом заказывала ей, дарила, или мы вместе покупали какой-то там наркотик, флораль аромат. У меня, в общем-то, видео есть про эти две реплики. Так вот, если взять реплику, ну, не реплику, все-таки это их аромат. Ну, мы же понимаем, да, вот этот водяной плющ из серии Daydreams и вот этот вот вариант. Это вообще небо и земля. Это настолько небо и земля. И я вам хочу сказать, что водяной плющ от Bracar более близок к оригиналу. И вот, кстати, вот этот водяной плющ просто обожает моя мама. Я ей сначала подарила этот первый водяной плющ и уехала. Потом приезжаю домой, и выясняется, что она себе купила уже такой второй. Вообще, с моей мамой такое редко бывает, чтобы она пошла цельно, а поверх у нее нет на это времени. Во-вторых, как-то она так не привязывается к ароматам, честно говоря, но она не я, да. Но она пошла, нашла где купить и купила этот водяной плющ. И он действительно более близок к оригиналу. В нем есть какая-то такая вот характерная колкость, какая-то вот такая вот... Ну, действительно, в оригинальном флор наркотик есть какая-то колкость, есть какой-то металл. Меня отталкивает. Там есть вот такая вот нота личи, вот она меня тоже отталкивает. И недавно Юленька присылала слепой затест, и мы с моей племянницей отгадывали ароматы. И там была реплика от Аскании. И я еще для себя отметила, блин, здоровская реплика. Она такая мягкая, в ней вот есть какая-то такая вот теплая такая база, нет ничего вызывающего. Он такой вот какой-то акварельный, в нем есть такой вот уходовый аспект. То есть все красивое, что мне нравится в оригинальном флор наркотик, есть вот в этом аромате. И все то, что я не люблю, там этого нет, да. Но все-таки это такая нишевая история, вот любит туда класть вот всякую такую вот ерунду. Вот. И я подумала сначала взять Аскании эту реплику, а потом думаю, ну раз уж на то пошло, во-первых, мне хочется собрать всю эту линейку, вот. И во-вторых, ну, хочется попробовать, потому что вот эта линейка реально классная. И, девчонки, я осталась просто в таком восторге, вот чтобы вы понимали. Ну, я не знаю, сколько, ну, может быть, дня 4, дней 5 назад я его приобрела. Вот видите вы, какое здесь количество. Для меня, для человека, у которого целый комод под завязку просто забит флаконами, да, и мне постоянно приходят какие-то новинки, которые я тестирую, рассказываю вам, плюс у меня слепые затесты, которые я разнашиваю. Для меня вот такой вот вариант использования парфюма, это просто нонсенс. Это просто нонсенс. Я поливаюсь им дома, я поливаю им текстиль, я поливаюсь им на улицу, я постоянно к нему прикладываюсь, вот это вот подшиваю, вот это волосы, мне все время хочется его, у меня давно такого не было, я вам честно скажу. Давайте я вас познакомлю с пирамидкой этого аромата, потому что здесь очень-очень классные компоненты. Нарцисс, Лилейник, Жасмин, Цветущий Лимон, Апельсин, Фрезия, Мускус, Ваниль, Батанка, Кедр и Амбра. И я еще хочу сказать, что я здесь почему-то слышу Нерали. Я не знаю почему, есть в этом во всем какая-то пикантная цитрусовость. Я такое просто обожаю. Мне кажется, что эту нотку здесь вот такой вот, в общем, я путаю, наверное, Нерали с Цветущим Лимоном. Это какой-то, да, Цветущий Цитрус. То есть, Цветущий Цитрус и тут же вот эти желтые цветы, да, Нарцисс. Но совершенно нету какой-то... Здесь Нарцисс очень хорошо ощущается, но это совершенно здесь нет никакой горечи. Вот знаете, какая-то просто желтоцветочная медовость во всем этом есть. Жасмин, да, Жасминчик. Никакой дольности, боже упаси. Такая нежность, такая нега. Апельсин, да. То есть, тоже так вот яркая, цитрусовая, сладенькая. И что самое главное, здесь нет вот этого металла. Здесь нет вот этого свербящего личи, которое вот, ну, лично мне вот эта нота личи просто высверливает мозг. Вот без ложной скромности, так сказать, да. Здесь все самое лучшее, самое прекрасное, что есть в оригинальном флёр Наркотик без этих вот сложно сочиненных, нишевых каких-то историй. И вот вы знаете, если в версии Аскании, я сравнивала флёр Наркотик в Аскании и вот этот вот аромат, да. Если флёр Наркотик Аскания, он все-таки такой акварельный, он такой, знаете, в полголоса, под сурдинку абсолютно. Он не яркий, он просто вот такой вот, какой-то эхо. Там тоже нет вот этих нишевых историй, вот этого вот, вот этого какого-то свербения, свербящего вот этого момента, да. Но он даже при этом при всём где-то в отдалении, то есть он такой фоновый. То вот этот аромат, он яркий. Я, кстати говоря, не могу сказать, что он сильно стойкий, но он и не выветривается за полчаса. Вот это та золотая мера вот в таких ароматах, которые я люблю. Они не успевают, надо есть, они не впиваются мёртвой хваткой не в текстиль, не в кожу. Я слышу их столько, сколько вот, настолько, насколько мне вот это вот нравится. То есть это вот полтора-два часа, и мне потом снова хочется это обновлять, да. Это очень яркая история, сочная такая, позитивная. Я вот просто, он у меня стоит на столике при кроватном, и я себя ловлю на мысли утром, что вот мне прям с утра, да, после утреннего туалета, приведение себя в порядок, да, после завтрака, я выбираю всегда, чем мне воспользоваться, и мне всё время его хочется, потому что он как, знаете, такой вот энергетик. Он так тонизирует, он так и освежает. И при этом, при всём, мне кажется, что он звучит очень изысканно. То есть он не звучит, как какая-то дешёвая поливашка какая-то, как какая-то паль непонятная, копия какая-то невразумительная на что-либо. То есть мы понимаем, что это, ну как бы по мотивам всё-таки, да, с претензией на флёр наркотик, но вместе с тем это звучит довольно самобытно. То есть это действительно аромат, который звучит, ну как бы он такой вот очень самостоятельный, тем не менее, да. Он похож на флёр наркотик, но он всё-таки самостоятельный. Он всё-таки такой вот сам по себе, очень так, очень грамотно собран. Вот понимаете, вот иногда бывают бюджетные ароматы, которые так хорошо собирают. Во-первых, не выбивается ни одна нота. Во-вторых, он в носке очень здорово раскрывается. Естественно, здесь не будет какого-то просто за гранью добра и зла раскрытия. Он раскрывается, конечно. Вот он ближе к базе, вот здесь вот в базе, видите, да, ваниль, бобы, танка, кедр, амбра. Он ближе к базе, действительно заслащивается. Есть вот это предвосхищение сладости в конце, и вот это вот услащение, оно происходит. И ты его ждёшь, ты вот слышишь вот это вот, да. Это есть. Но какой-то игры, переливов, здесь этого ничего нет. Но тем не менее, это всё звучит очень прилично. И никогда, в принципе, ты и не подумаешь, что это... Во-первых, никогда не подумаешь, что это флёр наркотик, потому что флёр наркотик звучит иначе. Вот водяной плющ бракар ближе туда. Нет, всё-таки он звучит иначе. Но никогда не подумаешь, что... И никогда не подумаешь, что это какая-то корявая реплика, да. Это просто какой-то очень самостоятельный аромат, совершенно чудесный, собран замечательно. Это он не от парфюма, я здесь ничего не распыляю, не переживайте, он просто вылизывается и наглотался опять шерсти. А то мне сейчас напишут, собаку изводишь тут. Нет, у меня ничего нет, у меня уже все парфюмки тут, все затески, которые я снимала, всё у меня здесь убрано, так что не переживайте. Вот. Я вам очень рекомендую этот аромат, он действительно замечательный. Он дешёвый, он выполнен в потрясающем флаконе, он очень весенний, он очень позитивный. Здесь есть и цитрусы, и жёлтоцветочки, такое вот яркое, медовое, и роскошная, тёплая база, и жасмин такой красивый, и всё здесь такое красивое. Вот эти вот цитрусовые какие-то цветы. Вы знаете, я настолько приятно удивлена, я настолько рада, что я решилась на эту покупку. Вообще, вы знаете, вот шумела эта серия, когда она только вышла, уже довольно давно. Многие про неё говорили, но я хочу возродить немножко эту волну. Ну, обратите внимание, вспомните, если прошли мимо, это замечательная вещь, это такой позитивчик. И я вам хочу сказать, что неважно, любите ли вы флёр наркотик в оригинале, как вы относитесь там к этим репликам, не относитесь. Вот отнестись к этому парфюму надо просто как к самостоятельной вот такой вот истории. Вот если вы к нему отнесётесь именно так, он будет вас радовать, у вас тоже к нему будет тянуться рука. Не надо там искать каких-то перекличек с оригиналом там, не надо. Это замечательная, самостоятельная вещь. Парфюмер Вейлин Пин, да. Большое спасибо, Бракард, за такие позитивные эмоции. Мои дорогие, я вас благодарю за просмотр. Обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а также приходите ко мне в Селеграм, подписывайтесь, я вас там буду очень ждать. И помните, что чем больше комментариев, лайков и просмотров на этом видео, тем чаще будут выходить новые видео, потому что вы меня стимулируете на творческую деятельность. Я вас люблю, целую и обнимаю. И до новых встреч!